Символика еды Мы видим ее в жизни чаще всего Чаще всего с ней общаемся Я был на банкете посла Китая Все работники культуры Китая и министры, они все чашки Знаете почему? Потому что в китайской традиции считается, что это очень вкусно Когда Марку Пола и Марио попросили раскрыть секрет приготовления лапши То китайцы сказали, что все секреты сохранятся в императорском дворце Китая и министры Китая и министры Мы с вами берем тут основу то, как может аромат и аромат эфирных масс Влиять на психологическое состояние человека Китая и министры Вот я принесла с собой из Макдонс и даже специально сходила Потому что реально у меня какая-то немного есть даже зависимость от еды Я люблю вот Кока-Кола, вот это все, что самое вредное Сладкое, шоколадки Я тоже не знаю меры в еде вообще И у меня вот правда, мне мама все время говорит Юль, ну у тебя правда же вот как у алкоголиков зависимость есть Да, у меня зависимость вот от этого вот времени еды есть небольшая такая Но я в принципе это понимаю, но все равно ем больше Я тоже в принципе не знаю меры в еде Вот, ну и безумно люблю шоколад Часто у меня семья такая, мы часто собираемся пьем чай Я постоянно ем шоколад, по-другому не могу, привыкла Вот, ну я на самом деле все ем, все люблю Вот, и при этом очень хочется и похудеть, и чтобы лицо было чистенькое А это же все-таки вообще все вредит Вот, вот так Вы знаете, ведь еда связана с удовольствием напрямую Это первое такое удовольствие, которое ребенок испытывает Когда встречается в этом мире с тем, что вообще в нем не так прекрасно, как у мамы в воде Сейчас я предлагаю вам сделать некоторые эксперименты Ну вот у вас есть тут еда, которую вы принесли Ну и есть еда, которую вы называли Давайте сделаем следующую вещь Я попрошу вас представить про себя образ той еды, которая вам очень вкусная Если она вот здесь с вами, вы можете ее представить И вы можете закрыть глаза и побыть одну минуту наедине с этим образом И заметить те эмоции, ощущения в теле или какие-то дополнительные воспоминания, которые у вас будут возникать в этот момент Я почему-то представляла себя там одну, ну то есть не в семейной обстановке, ничего Да, как-то вот так вот у меня с фантазией видим Но просто вот еда на столе стоит, но ощущение такое хорошего Как будто вот как пятерку за контролем по-утиматике И вот тут видишь свою любимую еду вот такое Удовлетворение, да? Ну вот как-то вот тут аж прям тепло Прям видишь свою вот эту любимую еду прям вообще А мне почему-то вроде как вкусно, приятно, но при этом и неприятно Потому что я опять ела шоколад А первое, какая эмоция была? Конечно, вкусно Эмоции связаны с радостью, спокойствием, заботой, домашней какой-то обстановкой То, что связано с чем-то очень приятным, еще и с прошлого чаще всего, да? Вы сейчас ничего не ели, вы заметили, да? Но эмоции удалось испытать все Это про то, что на самом деле мы можем испытывать эмоции И не через еду, да? Через разные другие способы Представьте себе, пожалуйста, тот продукт, который вы хотите регулировать Который вы хотите есть как-то иначе, не так, как вы его едите сейчас Расскажите, пожалуйста, что вы заметили? В какой-то момент, в последний раз я уже забыла, о чем вообще я думала, что я представляла лучше Соглашусь, да, он просто на самом деле немножко стирается Даже забываешь уже хлопать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!